Мы возвращаемся на заключительное Best of 3 на сегодня. Всем еще раз добрый вечер, дорогие друзья. К23 Немига станет последней картиной на сегодня, но обрисовать эту картину мы будем вместе с видоизмененной студией аналитики от Андрея Анишерд Кересман и Дмитрия Кристал. Мы, которые только что комментировали замечательную встречу с участием Гронта Мерлина Спортс. Ну что, господа, как дела ваши? Отлично, отличный матчап, собственно. Если бы первого World 3 было тоже полным, то было бы, наверное, замечательно, потому что и там, и там карты были интересны со старта. Удивительно, что не дошли до Миража, но Мираж штука такая, вроде как есть, а вроде как и нет. Ну, слава богу, на самом деле, да, потому что там нервотрепки было бы еще больше. И в целом, мне кажется, как раз-таки Гронт не та команда, которая должна, наверное, где-то в 1-2 находиться или 2-2, например. Просто потому что, ну, еще не готовы морально парни. Да, опять же, есть отдельные личности, которые очень крутую форму пришли к этому турниру. И очевидно, что достойны. Но именно как коллектив я бы сказал, что все-таки есть посильнее хлопцы, и они вот там должны уже бороться за выход из группы. За что мы сейчас и посмотрим как раз-таки. У нас 1-1, наконец-таки пришли команды, и теперь никто не вылетает. И матч такой, знаете, срединный, я бы сказал. Ну, мне кажется, это в любом случае самый интересный матч на сегодня, который у нас ожидался. Поэтому К-23 не мега действительно. Афиша очень и очень интересная. Они играли друг с другом, правда, уже очень давно. Аж 10-й месяц это у нас что? Ноябрь, да, по-моему? 20-го года. Даже октябрь, да. Короче, миллионы лет прошли. Очень и очень давно. Очень и очень давно назад. Ну, там состав был другой. Да, да, понятное дело. Много воды утекло. К-23 тогда эту встречу выиграли, причем две карты с темом. Ну, а до этого два раза подряд команда не мига выиграла. Ну, мне кажется, к этой встрече приурачивать, да, те матчи абсолютно неверно. Просто немного статистики. Ну, и, собственно, давайте переходить уже более детально к этому матчу. Не мига, опять же, перед стартом турнира разговаривал я с боксом. Говорит, что да, у нас есть шероховатости, у нас есть много над чем работать. Плюс пришел дисбаланс со спирит, который невероятно опыт и круто стреляет. Но между этим у команды не мига все равно прослеживается какая-то красная полоса неудач. Андрей, тебя спрошу. Как ты лично связываешь эти неудачные моменты у команды не мига? С чем, точнее, ты их связываешь? Ну, наверное, все-таки как-то нестабильно парни отыгрывают, да, и мы видим, что свои карты даже мать не могут. Очень часто бывает даже вот как раз-таки перелом моментом на мираже, когда парни просто заходят в тупик, и у них не хватает именно командного взаимодействия. Мы видели, как с сейвами есть проблема, да, кто-то вроде как уходит на сейв, а кто-то просто умирает. И все равно как бы ганы важны, вы дарите их и делаете это без уважения, как бы ни странно не звучало. А с другой стороны, не мига, если вот реально в максимально боевой форме, то, мне кажется, перспективы даже вот конкретно в этом матчапе есть. Но Ка-23 все равно выступает фаворитом. Согласен ты им, что Ка-23 здесь фаворит? Да, нет, наверное, 50 на 50. Очевидно, все ожидают, что заруба будет жесткая. Хотя мне, честно, кажется, что и вправду у Ка-23 побольше идей. Но на стороне не мига есть просто вот этот молодежь плюс опыт, где есть баланс в стрельбе. Да, потому что мы знаем, что команды с Адреном, они отродились всегда. Должны были вот все остальные четыре человека, должны были идеально вообще стрелять, суперсильно исполнять. И у Адрона бывали вот всегда вот эти вот спады, сила, спады, непонятно. Но в любом случае важно было, чтобы все остальные просто были идеальными. Это не касается Ка-23 в данный момент. Да, там у Ниолана немножко спад по форме. Моу, честно говоря, сколько я времени уже смотрел от Моу? Сколько мы вместе смотрели? Много, очень много. Вот. Я очень рад тому, что он все еще остается здесь с нами, потому что многие из его поколения и многие из тех команд, в которых он играл, с теми же игроками, они уже давным-давно забросили либо CSGO профессиональный, либо они ушли в другие дисциплины, либо они где-то непонятно что чили, там, да, занимаются менеджментом, тренерством и всем остальным. Но если мы рассматриваем со стороны опыта, все-таки у команды Ка-23 его больше как никакого, и два чемпиона мажора. Но, как говорится, игра не только про опыт, но еще и в командное взаимодействие нужно втягиваться. Ну и завод мы ждем. Завод ждем, завода нет. Я не понимаю, что происходит. Вселенная, в которой нет завода, я не хочу находиться. Адрен, ну, как-то я не знаю, надо построить. Потому что, ну, обещал, но надо сдержать. Адрен, там все ждут, вообще все. Так что, да. Моу крайне нестабилен. Мы это подмечали, я комментировал первую встречу против Marliana Sports. Вместе со Слипом мы комментили оверпасс, еще это были закрытые квалы. 1-0, команда Ка-23 проиграла, 16-9 на овере. И тогда Женька Слипчик отметила, что очень нестабильный Моу. И, в принципе, мы видим его игру в рамках этого турнира, что у него, знаешь, как-то вот такая вот прогрессия странная, довольно плавающая. Но, с другой стороны, в интервью потом сказано, что Моу сразу выбил, как бы, ошибочку для себя и постарается в дальнейшем их не совершать. Так что, в принципе, все должно быть в порядке. Но, благо, они могут допустить себе ошибку. Это все-таки не 0-2 стадия, а 1-1. Поэтому, даже если проигрывают, то еще один шанс у них будет вырваться дальше. По поводу, в принципе, снайперов, да, я помню, Литл с ним разговаривал где-то полгода назад, может, год назад. Мы говорили о том, что Сен-Горьги он снайперов. Он как вот знает, потому что он сам снайпер бывший и так далее. При этом всем, честно говоря, хоть и вправду у нас очень много молодых дарований именно с ЭВП, но что-то, что-то, короче, не идет, на самом деле. То есть, если, конечно, сравнивать с Юрпой, все по-другому, что такое. У нас карта уже готова, поэтому, наверное, будем к ним передвигаться. На стороне К-23, как мне кажется, мы можем ожидать тот самый сигнатурный оверпасс. Почему бы и нет? От Немиги, наверное, можем увидеть тот же самый нюк. Ну, а пока мы видим первый инстабан от Немиги. Это Трейн и, по-моему, более чем очевидное решение. Что забанит К-23, на ваш взгляд? Ну, я очень хочу посмотреть, опять же, Инферно, но мы не успели ничего сказать. Мой любимый регион, мой любимый регион. Потому что банит Вертиго он. Зачем мне вообще этот Вертиго, если есть... Скажи это Гамбитом, скажи это Спитом. Если есть Эншн. Ну, Эншн, да, скоро будет, но пока в рамках этих... Вот, я ждал Инферно, и опять же, от К-23, наверное, но от Немиги. Ну, К-23, мне кажется, ну что, либо Даст-2 могут взять, либо Оверпасс. Ну, вообще, есть еще такая, знаешь, очень странная опция на Мираж всегда. Но это очень странная опция. Но нужно ли, вот да. Я удивлюсь, если К-23 будет с тобой солидарно в выборе этой опции. У меня все-таки расчеты Даст-2 или Оверпасс. Ну, Даст-2. Ну, вот, да. А там уже... На Оде Сайдеров можно уже и Мираж какой-нибудь посмотреть, почему бы и нет. И опять же, дойти до него надо. Ну, нет, на самом деле, я думаю, что нас ожидает Трейн, если честно, в заключение этого. Да, нет, они реально могут... А, ну да, они берут Оверпасс, окей. Да-да-да, Трейн в самом начале был убран. Ну, похоже на что Мираж, ну, то есть... Нюк. Ну... Я хочу Нюк. Нюк это... Зачем? Три Нюка за один день. Не надо, спасибо. Нюков много не было. Ну, ну... Ага, да. Оказывается, бывает. Это не будет Нюк, это будет Демираж. Ну, похоже карта, в принципе, да, наверное? Ну, вообще, максимальный мясной набор, да. Прямо ассорти, я бы сказал. Так мы это с первого дня видим. Пострелеческой ассорти. Собери себе Доширак из трех сортов. Вот. И это прям максимальный уровень, да. Ну, то есть мы видели сегодня слишком много мыслящих карт. Трейн, два Нюка. Ну, куда еще? Пора отдохнуть. Не надо больше раскидок, не надо больше ничего. Чисто... Не, ну, наверное, кстати, раскидок решает. Я шучу, но... Ну, что-то я не знаю. Мы все прекрасно понимаем то, что есть, конечно, больше пострелянчики. Карта Инферно просто узкая очень. Сейчас будем смотреть за бананами, как обычно, за всей узостью, в принципе, пространства на этой карте. Но я бы, честно, уже хотел бы придвинуться на вторую сразу. Можно и на третью. Я думаю, на третью будет намного интереснее. С чем связана такая скорость? Инферно. Сейчас будет вот это вот, знаешь, вот это вот приседало. Ползание, лазанье. Да, да, да. Эти пять беретов в гуси полетели. Так, пацаны, на А у нас, короче, не получилось. Open kill нету. Типа мы в меньшинстве, а побежим БА. Были реально мощь. Отборнейший. Ты когда вообще в последний раз видел пять секретов, типа, все в одну дверь? Я не видел, наверное, ни разу за последние года три. То есть там были новинки, сезона. Новинки. Когда у тебя нет люркеров, когда у тебя нет... Сегодня в тренде. Пять секретов. Да, да, да. Заходите, чекайте. Может, получится. Вот. Рускидосы, кстати, классные показывали. Довольно. Контр-рускидосы были хорошие. Заходы по ярду, типа, те же. То есть тот же самый Овнер, который просто там закрывал всех от начала до конца. Народ вообще не понимал, как его искать, как находить. Вот. Так что у них ноги были хорошие. Я считаю, что они стоят на них. Ну, ты, кстати, верно подметил, да, когда включается тот же Адрен Моу. У команды К-23 всегда все круто получается. Потому что ты сам говорил, что если вот... Ладно, тот же Адрен может проседать. Но в идеальном мире, где играет Адрен, там должны четыре быть стабильных. Просто таких, знаешь... Да, так всегда и было, почти во всех, наверное, его командах. Ну, то есть, возможно, когда-то в древности там кто-то из стариков, как я, вспомнит, но... Старых К-23, либо еще где-нибудь... Да, да, миллион лет назад. Астана Драгонс и так далее. Ваши предикты, господа, и будем плавно в матч переходить? Ну, я, наверное, все-таки в сторону К-23. Пускай даже, наверное, на 2-0. И будет просто интересно посмотреть, как Немига справится с своими трудностями. Немига первую карту, К-23 закроют. А К-23 серию, да, закрывают? Да. Окей, дорогие друзья, мнения аналитиков ясны, как белый день. Ну, и давайте смотреть. 1.85 от наших друзей с приматч на Немигу. 1.90 на К-23 не все так очевидно. Как могло показаться на первый взгляд, также не забывайте про 15-процентный кэшбэк на все события по CSGO. pmb.gg.rmr заходите. И участвуйте, дорогие друзья. Ну, и, конечно же, будем переходить медленно, но верно, к нашим комментаторам. Это Евгений Слипсамуэл Слипчик и Олег Мингот Клименко. Мир вашему дому, дорогие друзья. А мы продолжаем. Третья заключительная серия на сегодняшний день. Ну, первая у нас там по-разному пошла. Вторая драматично-драматично. Слипчик, опять же, Олежка Мингот на проводе. И вот третья. Это, наверное, вишня на торте сегодняшнего дня. Вот прям точно, без сомнений. Да, это уже матч 1-1. Завтра мы посмотрим уже серии 2-0. Ребята там будут играть, и там уже будут явные ребята, которые пройдут дальше и уже в плей-офф. Поскольку завтра Форс Виртус Про, Энтропики, Спириты, Ван Вин, Акума. Какая рубила у вас завтра будет? Да, завтра будет мясо. Просто не говори мне про эти матчи, а потом. Как вот, знаешь, я напросился на завтра на хоста. Вот я молодец какой, а? Умничка. Ах, ты ж про солнышко. Да, то есть лапка просто. Все коллегам отдаю. Все возможности откомментировать, отанализировать. Я только буду вам слово передавать туда налево-направо. Команда Немига на ваших экранах, дорогие друзья. Сейчас мы как раз-таки с вами посмотрим первую карту, и это будет выбор. Команда Немига, да, Инферно, мы с тобой по статистике, сколько раз мы видели Инферно? Один? Это, по-моему, одна из самых редких карт, если не брать в расчет Вертига. Важный момент. На СНГ, да, на СНГ Ремерия настолько жарко, электрически жарко у команды Немига, что нужно Кандеей включать отдельно еще раз и проверять, работает ли он. То есть то, что мы сейчас просто видели вот на экране, друзья, это, собственно, пульт от, соответственно, Кандея, как вы понимаете, для того, чтобы сделать лучше. Потому что, видимо, ну, жестко сейчас будет, жестко Рубилова. Но вот мы как раз и будем смотреть, кто вот в этом жестком Рубилове. Я даже не знаю, вот с чем сравнить, знаете, какие-то... У нас сейчас будут законы джунглей, вот, наверное, вот так я хочу сказать. Будет выживать реально прямо самые приспособленнейшие. Не то, что сильнейшие, а приспособленнейшие. Потому что матч-ап, например, который только что был, нам показал, что, ну, как бы, кукуха отъезжает у всех постепенно. После того, как вот уже нельзя терпеть вот такой уровень напряжения, да, грубо говоря, то есть выживает только вот буквально выносливейшие. И самое, потому что, ну, нервы... Снимает. Да-да-да, потому что вот... Это Хоббит, наверное, да? Да, пожалуй. Или я не могу разобрать. Вот, в общем... Или Моут, или Хоббит? Вебка не очень, к сожалению, и далеко очень. О, Господи. Медичка, Медичка! Хоббит говорит. Это Хоббит? Я не знаю, я не вижу. Или Мо это? Олег. Что? Ладно, все. Ой, это же Гамбиты, Господи. Я там какой Гамбит? Я специально тебе не говорю, чтобы сейчас дошло. Так вот, Кукуха отъезжает у всех, дорогие друзья. Даже у меня. У нас, да-да-да, в том числе. Ну, третий матч уже. Знаете, как вот подтверждение... А вдруг он пришел поиграть? Поэтому и хотел как раз сказать, что, типа, будут выживать самые приспособления ИШЕ, вот реально. Потому что самый, наверное, вот жесткий матч будет с точки зрения вот каких-то вот требований к игрокам конкретных в плане мозгов, в плане как бы интеллектуальных раундов, в плане рук в том числе. Потому что самое забавное, у обе команды, у обоих коллективов... Кто это тогда? Кто это? Кто ты? У обоих коллективов есть игроки, которые могут врываться на планеты в качестве интерфрагеров, причем не имея стоп-крана. У Немиги из последних матчей это был бокс, например. Вот просто к слову, да, если вот так вот просто сказать, как есть, это, например, был бокс. По поводу К-23, там есть несколько игроков, ну, честно просто признаюсь, с такими ролями. Тут мне даже за какого-то конкретного, наверное, не зацепиться. Моу тоже будет важен, потому что, как аналитики сказали, как и я, как бы карты комментировал до там всех моментов, опять же. Бывает нестабильный, бывает... А бывает, там вырывается что-то самое смешное на ранних таймингов в качестве снайпера, ему вообще плевать, забирает оппонентов и уходит обратно. Да, мне кажется, на 1-1 стадии еще вряд ли будет прям такая жесткая поплава. Ребята стартанули, немножко обожглись, поскольку мы находимся на 1-1. И я думаю, что этот опыт они должны использовать в любой момент. Да, если, конечно, будет четвертая серия овертаймов, там уже, возможно, потекут ребята. Но конкретно в основное время ребята должны проделывать максимум работы с каждой стороны. Карта до Инферно. Играбельно и там, и там. Сыграно примерно одинаковое количество карт, чуть больше 15 и в одном случае, и в другом случае. И 1% разницы минрейта при 68-69. Мне кажется, это прям удобная карта и для команды К-23, которые часто тоже берут Инферно своим пиком. Но мы смотрим. К-23. Берут уже инициативу в руки. Просто поплавал поставить минус 4 и минус 5 на родном месте. Это что такое, приснись, жених невесте? Это что такое вообще сейчас было? Это разрыв от Норберта и Фейма. Это, кстати, по поводу Норберта и Фейма, между прочим, я не договорил мысль немного. 1.62 на К-23, чуть позже договорил от наших коллег от Примач. 2.2 на Немига, соответственно, коэффициенты на победителя на этой карте, дорогие друзья. Также не забывайте про бонус к депозиту стопроцентный, то бишь двойной, вкусненький, жирненький. И баннер по трансляции вам все об этом расскажет. Экономический раунд дальше от команды Немига. Так вот, по поводу без стоп-крана игроков от команды К-23, там интерфрагеров, вот таких вот, как я про бокса говорил, я же так мысль и не договорил, это Фейм и Норберт, например, просто к слову. Ну, Фейм вчера был, или когда они играли позавчера, был очень хорош, сколько он давал энтри на карте Демираж, это просто отдельная песня, которая была от него. Ну, вот мне тоже интересно, как себя окажет сегодня Моу, сможет ли с самого старта ворваться в бой и начать кошмарить Немигу, но, честно, здесь как-то вот больше нет в какой-то команде симпатии. У нас пока что на глаках два фрага дается команде Немига, подбирается Фамас, есть возможность, наверное, что-то еще забрать. Бокс находит фраг на Фейме, погибает, это уже на глаках возможный, ну, паритет по живой силе, казалось бы, но постановленная бомба. Поставить и отлететь, поставить и отлететь. А он еще может уйти. Не, он в смысле может и пожить, но я к тому, что поставить и отлететь, это в смысле план на академический раунд, как бы, тут все ясно понятно. Китов нет, он еще может поиграть. Он и поиграет, естественно, я не говорю, что отлетать, прям в участок я сейчас выйду, отлечу. Нет, бокс будет до упора. Играйтесь, до упора стараться, но, скорее всего, будет Дефьюз, не угадает он по позиции, его здесь заберет Адрен. Ну, в смысле, это конкретно было Адрен. Это отличный раунд для команды Немига. Прекрасный раунд, боже мой, о чем вообще речь? Сейчас еще закупится на третий, это ранний девайс, но и для Тесайда, то есть, представьте себе, да, экономику К-23 сейчас, они прям обстрадаются тут вот с этими деньгами, чтобы подумать, как действовать в первом же девайсном раунде. Выбили кучу экономики из К-23. Сейчас, мне кажется, для команды К-23 была бы пауза очень неплохим решением, чтобы подумать, а как бороться против такого сейчас девайсного, где будут, как и должны были быть калаши, только гранат будет максимум почти у всех. АВИК, по-моему, мы уже там не увидим для атаки. Ну и, как мы помним, также для атаки на Инферно АВИК не всегда удачное решение. Многие команды, которые чувствуют, что у них получается темпа, они берут себе просто пять калашей, возможно, СГшку какую-нибудь или даже по 90 или МАГ-10. Такие команды тоже бывают, которые отыгрывают. Вот недавно был матч у команды Хероя, когда был у них бай. А что сделал Кэддин? Взял руки Диггл и пошел поддавил Лопарты аж до целого Т-спауна. Обнаружил трех игроков слепых на банане, но, к сожалению, только одного смог убить, потому что Диггл противное оружие. И таких моментов может быть миллион. Разыгранных нет. АВИК нет, СГшка тоже не присутствует. Много гранат стартовый. Заход на дуку получает Джио очень много дэмэджа. Еще и вторую хайшку впитывает. Под себя еще и молотов. Джио должен отходить. 15 хп остается у него. Расим ушел. Двигаемся дальше. Джио здесь. Адреен. Ой, очень рискует Адреен. В итоге отлетает Джио от Нилана, кстати говоря. И выживает и Адреен. Ему Нилан помог. Опять же, ребята, в принципе, забрали оппонента. Все равно банан под контролем Немига. И Немига, на самом деле, как будто бы пушит дальше. Вот уже вот, да, как будто была идея. И они такие, ну ладно, нормально, мы так дальше и пойдем. То есть Аплент нас не интересует. Какая-то другая информация нас не интересует. Вот нам медом на Б намазано. Вот мы прям хотим-хотим. С учетом даже того, что минута времени есть. Так, ну там смотри, прям позиция на гробах-на гробах. МДС прошивает голову Норберта. Есть ответка от Нилана. И много, кстати, по этому игроку было отзывов, что молодой, умный, молодец вообще сам по себе. Но и пока что доказывает не только в этом матче, но и на протяжении всего РМР-турнира. Данный игрок Нилан. Попытка убить еще кого-нибудь. Погибает Игорь. И дальше МДС. Один с балансом остается уже по того лишь МДС. Один в три. Оставляет себе МДС. Но тут слишком мало ХП. МДС еще поигрывается. Что ты делаешь? По ХП. Что ты делаешь на развороте просто? Фейм остается против МДС. Это может быть Эйс. Если это будет Эйс от МДСа, это будет безумно сложно сделать. Фейм с Калашом уже сейчас на данном этапе. Ой-ой-ой-ой-ой! Но это было прямо на очень тоненького для МДСа. Найс трай. Можно выписать смело белорусскому игроку. И казалось, что все. Он заходит в смоки при ситуации М4. Его там должны раздамажить. Было очень мало ХП у него. Но каким он там хоть что-то выписал. Это было что-то просто невообразимое. Берет себе сразу же бокс Калашников. 3-700 хватает ему на Heroic Buy. Остальные тематы из Дегламис, Маки, Арморы. Но Немига смотрится довольно угрожающе. В этом матче, да, девайсный не за ними. Но было очень близко. Хотя, если так брать, если бы не МДС, то там 4 выживших было бы 100%. Там ранний девайсный был для Немиги. Так он был под бомбой. И там очень было много раз кид. Да, и у них еще и не получилось. Опять же. Ну, то есть, мысляя к тому, что стоит обратить на это внимание. То есть, К-23 даже не добавим. Понимаешь, да, вот этот третий КТ? Конечно, они потеряли три девайса, закупались на последний. Еле-еле. Это формилка по базе. И справились. Да, еле-еле, но справились. То есть, тут нужно иметь в виду, что опять, смотрите, добавь чик для команды К-23. Немига даже с такими пистолетами может, в принципе, вдать на самом деле. Но пока у Джилл не получается на банане. Получается Тоу Моу. Также с Адреном. Это три в пять. Проблемы явно у команды Немига в этом раунде. Хотя рассчитывается, что это большое и большее. Но вряд ли мы могли. Хотя, может быть, МДС еще тут даст жару. Устроит разнос на Апланте. Погибает Ажо Моу со своей снайперской винтовкой. Норберт на размене. Фейн по-прежнему ждет. Но там на Апартах находится бокс, который вчера был на боксе в боксе. Но сегодня... Ну, кстати, тоже может быть. Но же будет даст второй? Или да? Но 32 хп у бокса остается. Сейчас чуть-чуть попозже. До бокса хочется дотянуться, на самом деле, посмотреть. Но ему взрывают голову моментально просто. Слушайте, пока этого четверка за командой К-23, пока все прям легко для К-23. Но, опять же, ребята заряженные. Я еще вопрос просто в чате видел. Опять же, некоторые там зрители не всегда смотрят Counter-Strike, заходят там на важные турниры, на важные отборочные. Про Норберта человек просто спрашивал. Ой, Норберт, что-то я помню. Игрока вот помню такого вот в нашем регионе. Дорогой друг, вот кто спрашивал, и Саймон, этот игрок, а еще и Звинстрайк. То команда Саймон, если что, будьте в курсе. Потому что тот тег, что, как говорится, этот был, в принципе, довольно, ну, на слуху, мягко говоря. Но мы... Ну, а тут уже Торик вышел также, и Саймон. Да-да-да, мы будем двигаться дальше пока, что раунд номер пять. Немиги, ну, постепенно нужно разгоняться. К-23 прям запрягли хорошо. Но все равно, одна ошибка от К-23, и Немига может рассчитывать в случае выбивания всех девайсов на хорошее продолжение, удачное продолжение. Потому что денег они все-таки выбивали из К-23 довольно много. Не дают пока что скрепить экономику. У нас там врывчик погибает уже Аджио на Доурен здесь. И пока что с энтри-фрагом команда Немига по-прежнему уже отъела Дугу. Но всего лишь одного лиркующего. Хотя почему? Если будут продолжать на базу поиграть, тут два опорника, конечно, имеются. Но с удачными разменами в дальнейшем можно и затаскивать. Ну, опять на Б намазаны медом. Ну, давайте смотреть. Немига... Тут уже три опорника. Как бы К-23 вас... Ну, не к тому, что это прям нерешаемая задача, но они вас прям здесь как будто и читают, и принимают. Ну, хорошо прям принимали, по крайней мере. Вот я сейчас посмотрю, да, вот с Олегом вместе. Вот как здесь сейчас будет, например, Нилан. Меж Б1, Б2 находится. Вот смоки опять закидываются. Вот Немига, видите, да, топчутся вот друг на друге. Буквально там друг в дружку пытаются как-то протиснуться. Хотя протиснули СМДС и Джио. Моу, последний опорник базы Б. Да, там битые Лоллипоп и Джио, но не сработали немного. Гранат там готовил Молик Моу, насколько я видел. Но он был тут же потушен смоком тиммейта. И вот я пока не понял, это была идея или мискоммуникация для ребят. Чтобы не запускать противников, Молик был бы хорошим решением, но помешал смок. Может, он был какой-то ванвей. Смок с этим Моликом, наработанная стратегия. Но все же первый уходит Немиге. Сейв для команды К-23. Фейм сможет дайдроп. На Нилан и Адрон будут закупаться. Упрямые Немига пробили кирпичную стену головой. То есть про Аплент не то, чтобы они думали. Вот все Б. Вот именно с девайсами, да? Вот все Б. Вот все хотели. Б, 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 Б. Вот у них получилось. Это чисто вот прям упрямство такое, прям настоящее. Реально в этот раз у них действительно получилось. Да, и по картам, дорогие друзья, вам напомним. Потому что тоже этот вопрос отложили. Потому что раунды, на самом деле, очень сильно жесткие. От Немиги, если что, это их пик. Это, как вы понимаете, да, Инферно. А потом даст уже от К-23. То есть К-23 пока что на чужом пике ведут, да, у 4 раунда. И Мираж мы посмотрим на остатки. Ну, то есть две СНГ и РМР-карты. Вторая и третья. И, собственно, Инферно. Это так на скидку как будто бы. Очень много карт предпочитают, что Мираж, что даст. Так что, в принципе, здесь я тоже не удивлен. Все карты жесткие будут. Все карты будут напострелять. Я практически полностью уверен, что на самом деле их будет все три. Но об этом позже. Шестой раунд смотрим. Я все больше замечаю, что команда К-23 и со старта всегда играет 3Б. Всегда. Ну, единственный момент с пистолет на браунду, где они в 4-м высыпались на мидл. И там расстреляли не мигу, ну, не в упор, конечно, но очень точно. И сейчас мы видим примерно то же самое. Отступил немного Норберт. Я пока не понимаю, куда он там наблюдает. А он смотрит, да, он будет прокидывать флешечку или смочок. Накидывает работать. И отступает на аплент, прокинув смок, чтобы у опорников базы осталось хотя бы что-то. Хотя адрес здесь пустой абсолютно. И у Нилана есть смок. Ну, видимо, да, один смок кинул. Один остался. Будет бустецкий. Отправили Норберта обратно. Какой-то челлендж. Забрать побольше раундов на базе Б. Да, да, да. Опять медом намазано на Б-пленте. От команды Немига. Про А пока что все забыто. То есть только когда бомбы ставили, вот на экономическом, собственно, А-плент там был, грубо говоря. Бокс там еще пытался поработать, но у него, допустим, не вышло. Опять Б. Ой, Немига. Ну, это опять кирпичная стена. То есть дверь как бы вам никто там не построит. А кто там шестерка вспомнил? Да, это Лолипоп, получается. Вспомнил, что, может быть, что-то еще. Но нет. Вспомнил только о том, что не поджимают ли нас. То есть опять банан, опять Б, опять выход на кафель. Ну, давайте смотреть. Тройка четверка встречает. Адрен на бусте снимает его моментально. Нилан дает два размина. Погибает Бокс и Джио. Нилан за Б3 живет. Нилан, по нему информация есть. Нажда помощи тиммейта пока что не помогает на Норберт. Норберт также погибает от МДСа. Два в три. Но есть, наверное, шанс засейвить, потому что вне позиции нет. О, я открылся, Лоли. Как же так-то под Моу получается? Да, здесь все-таки фейм падает. Одному Моу, наверное, будет очень-очень тяжело здесь справляться. А его не выпустят. По нему информация есть, где он находится. Ну, во-первых, не выпустят. Во-вторых, в принципе, Немига обязана сыграть сами под время. То есть не то, что тут выпускать, как-то даже наваливаться на МО, потому что это снайпер. Мало ли вообще, что здесь может произойти. Но по факту, играя под время, Немига совершенно спокойно заберет сейчас второй. Пока, честно скажу, так и получается, что вот опять же, на БМе дым намазана опять кирпичная стена. То есть каждый раз непонятно, пробьют или нет. Каждый раз страшно за команду Немига. Ну, вообще в целом, да, я имею в виду чисто эмоционально. Но в этот раз, например, в том числе. Тоже получается. Так что они, знаешь, кирпичик по кирпичику эту стенку разбирают. Мне кажется, они больше пытаются прикормить команду К-23 этими выходами на базу Б, потом в какой-то момент взять легчайший раунд, когда вывалят сына, а там никого. И потом... Либо пытаются действительно напрячь базу Б, чтобы там оставались основные силы, чтобы, ну, как-то вот К-23 тратили туда очень много ресурсов. То есть война за банан для К-23 может быть в два раза дороже, если Немига будет до упора ходить на базу Б. Ну, может быть, да-да-да, потому что гранаты можно там выкидывать, потому что страшно будет уже К-23. В том плане, что, ой, Немига, да, они же на Б постоянно ходят. Давайте банан закидывать, все дела. Может быть. Но сейчас вот мы посмотрим второй мидл, например, от команды Немига и от Фэйма. Кстати, между прочим, в том числе на лампу вышел Фэйм, у Норберта, оказывается, Айдис Гонс получается убить, хотя есть размен, но в любом случае К-23 на экраунде, так что тут от них ожидать-то, наверное, особо ничего, может быть, и не надо. Единственное, что вот Моу на Апленте, и это снайпер, потому что АВАПа-то сохраненная была. Ну, пока что без центра отыгрывает коллектив Немига. Возвращаются то ли обратно, то ли просто пытаются спины себе почекать. Мы видим, что бокс находится в яме, ждет возможного поджима от Адрана сейчас, но Даурон никуда не уходит и просто ждет возможность открыться уже на врага. Но, опять же, там только ТЭК-9 без армора у Даура и... ну, куда? Ну, так и Фэйма оставили на Апленте, если что, остальные все перетянулись под Б, либо в засаду под Б потенциальную, либо сохранение снайпера до следующего раунда. Ну, по сути. То есть это у нас будет Моу как вейк-персона, два человека ее будут охранять, это четверка-тройка, это у нас Адран Нила. Ладно, посмотрим на Фэйма конкретно, потому что Немига не выходит на Аплент сейчас. В данном случае Фэйма не то, чтобы на самом деле какие-то варианты вообще-то есть, у него только Юсп. То есть у него есть варианты сбрыть одного, если дважды в голову получится дать вот прям как следует. Моу, снайпер, который потерял снайперскую винтовку, которого на Б не защищали. У Вэйма это реально получилось, но... МДС в прыжке уже ставит фраги, Адран приходит на помощь, подожди, времени по секунду, бомба выпала, Адран! Как это должно работать? Как вы это брали? Как вы это взяли вообще? Я думаю, сейчас открывай последний ваш... Как ты это сделал? Без армора, хеджи за спины дают просто трипл килл и выигрывает невозможный раунд для команды. Просто невозможный... Откуда, покажите повтор, откуда здесь вообще люди... Он пришел через миддл на шорт. Откуда здесь люди могут идти на Аплент с одной снайперской винтовкой, с какими-то там пистолетиками, вот это... Нет, знаешь, там сложился пазл. Изначально, да, потеряли Моу, самый страшный девайс для команды Немига, но дает фраг фэйм, немного пробивает еще одного противника, что хватает потом на хедшот для Адрана, и он находит еще одного, ставящего бомбу в этот момент. И потом уже неважно было, сделать Адран фраг, не сделать Адран фраг, потому что времени в любом случае не хватало, поскольку тиммейт был на КТ. Да это просто... Что это вообще такое? Это неоткуда, дорогие друзья. Ладно, Адран, это интересно. Конечно, от тебя было абсолютно невозможный раунд, все перемешалось с точки зрения расчета счета, Адран, ну, вот уже погибает, но это чисто на кураже после того, что он взял такая ща, пацаны, я забегаю на банан, давайте, собственно. Ну, Немига подсобралась, походу, после такого раунда, я видел сейчас лицо бокса, бокс уже такой, так, это что-то вообще не то, то, что надо, давайте нормально делать. Да, но так играючи бокс отреагировал здесь. По-прежнему три опорника на базе Б, ничего, в своей защите не сильно меняют К-23. Одного потеряли, двое еще осталось, я думаю, что к этому Немига плюс-минус привыкли и могут отправиться на точку А, где находится Моу, тот самый АВИК, и также в ХЛП у Моу Фейм. У них только одна флешка на двоих, то есть нужно делать фраги, и с этим уже, ну, для них без разменов. Естественно, Моу слепой, но уже видел, что пушку МДС забирает, на апартах находится Фейм, нужно чекать Лонка, там уже пошел игрок под малые пески, Моу промазал, но там слепой противник, как же повезло сейчас Моу, и все-таки он должен погибать. Бокс дает фраг, есть минус от Фейма, должна быть притяжка, тиммейты очень далеко, и, возможно, и сейв, потому что слишком разрозненно отыгрывают К-23, но я даже не уверен, пойдут ли они на сейв. Они настолько дерзкие. Смотри, К-23, не, я уже не буду говорить такие вещи, не-не-не, не надо. Они очень дерзкие. Адрен вспомнил 2017-й, походу, а ну. Давайте, пацаны, давайте, вы показывали. Ну ладно, тут Нилу одному тяжело будет уже показывать. Тяжело будет показывать, ладно-ладно, ну все уже, вот это уже третий, да, все-таки надо отойти назад. Но после такого раунда я что-то уже ни в чем не буду уверен, если честно. Ну да, когда на тебя... Ну там, видишь, терять было нечего, кроме этого тэка, и нужно было действовать до конца, до победного. Не ожидали Адрена, хотя... После первого фрага, но, видимо, так хорошо Адрен вписался и сыграл на скорость, что не дал шансов здесь же. Троечка для Немиги. Немного неудачно сыграл Моу, не попал по блайндовому. Товарь еще дальше не смог так же репикнуть, но этим воспользовались игроки команды Немига. Ну а вы можете воспользоваться коэффициентами. 1.82 на команду Немига, на К-23 1.92, но и также не забывайте про баннер по трансляции на 100% бонус к вашему депозиту. Кликайте и получайте больше информации. Так, ну... Жестко-жестко. Я причем замечу, что МДС, например, как лучший фрагстатер, у команды Немига, там, ну, тыр-пыр, да, все дела. У К-23, например, немножко поменьше. Причем у всех игроков, насколько важные раунды берут ключевые игроки в конкретных моментах, да? К-23 здесь впереди. Опять же, игра не про фраги, игра про командную игру. Нилан. Все-таки вот здесь вот от бокса будет погибать бокс, как энтри-фрагер за последние дни. На самом деле, хорош. У него иногда бывает, что стоп-крана нету вообще, чувак не останавливается. Ну, хорош, Норберт не погибает на молике, но дает Немиги забежать на Б-бленд. Ну, это, возможно, сейв Авика. Потерял Нилан свою винтовку и забрать ее пока не представляется возможным. Нужно просто топить на точку А и сохранить хотя бы арморы, которые есть под деглы. Да, Адрен там вообще абсолютно с одной флешкой и деглоб, даже арморы не присутствуют, но Адрен идет до конца. Он хочет повторить успех с деглом, а не с тэком. Но тут вариантов нет совершенно. Это четвертый раунд для команды Немига. Возможно, пятый, если сейчас не будет реализована опять же эти пистолеты, и там даже Нилан себе ничего не сможет купить, и Адрен вряд ли будет покупать армор. То есть примерно такой же бай могут команды К-23 показать. Может быть, есть смысл свапнуться, например, Моути на базу Б попробует сыграть от дуги с какой-либо хелпой в виде пистолета того же дегла, возможно, или кого-то смока еще дополнительного, чтобы потушить игрока на машине. Фейм? Рискует, очень сильно рискует. Фейм, но его тут палит три человека, просто три ствола. Фейм, уже пять. Самое смешное, одного он все равно забрал. Вот все равно, вот просто, вот все равно. Вредный жук. Но вот насолить, вот надо вот прям открыть солонку и прям на пол уронить, вот так вот просто все выступить. Пустое ведро. Вот, кстати, момент от Адрен. Тот самый. Я просто, я не ожидал. Он даже бомбу игрок не ставил. Я, 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 честно, я не ожидал вот такого. А никто не ожидал. Возможно, даже Адрен не ожидал. Возможно, даже Адрен не ожидал. Там чат, кстати, написал, ой, комментатор, там пистолет, ты что там первый раз в Counter-Strike комментируешь. Друзья, они заходили там, господи, два ЮСПА, вот этот ТЭК какой-то и АВП, которая уже упала, потому что МОУ там упала. Вы понимаете, насколько это невозможный раунд? На самом деле, я просто вот спрошу прямо. То есть дело тут не в том, что ТЭК крутой пистолет. Нет, не в этом дело. Там позиционка вообще никакущая была. То есть Адрен ее выбил просто самостоятельно. Я не знаю. Но на ноге просто летело все с безарморным ТЭКом. Он просто плавал здесь, как танец с мечами над огненной ямой какой-то. Так, команда Немига. Банан вы себе выбили. Тут, в принципе, нормально. Адрен, ну, понимает то, что, да, Банан все-таки за противником здесь и видит то, что, кстати говоря, и гранаты летят. Вы опять, что ли, на Бэй хотите? Ну, а почему нет? Эта история работала для них. Бокс, она ходит Адрона, попытка от Нилана, тоже ничего не получается. Есть враг от Моу, но Моу нужно уходить. Уже прямо сейчас это снайперская винтовка, потому что Смог выпустит. И слишком, да, он может пройти, там же лежит Смог под Вазами. Ой, а так работает? А, нет, так не работает. Не-не-не, вот Витраж, например, простреливается, а вот так вот уже не работает. Слишком толстая стена. Да-да-да, слишком толстая что-то. Стена, стена, как-то, ну, поменьше надо, ну. Ну, вот, ну, ну, как-то, ну, поменьше. Ну, в меру надо. Не убежал. Моу погибает. И Норберт тут, наверное, АВП, ну, я не уверен, если честно, наверное, не возьмет. А он с чешкой, с армором его просто сейчас задушит. Подожди, одного. Вот такие вот они стрелки. Ты посмотри, ну, ты посмотри на них. Ну, как вот, вот с точки зрения логики. Я же предупреждал, да, что вот такое уж Рилова будет. Ну, я серьезно. Вот как с точки зрения логики как бы подходить к некоторым моментам, например, когда К-23, такие просто, нет, мы будем вас грызть. Мы прямо будем вот это прям чисто грызть, потому что это работает. Потому что не мига вот просто, а что, что, как вообще, да, вот в таком вот в шоке просто сидит. Такого противника ты всегда боишься. Знаешь почему? Потому что у него безумный плейстайл. Да, там без тормозов и с такими сложно играть. Это, знаешь, как в боях бывает игрок какой-нибудь менее опытный в плане техники. Просто на тебя мельница идет. Да, и ты такой, ты не понимаешь, что это за стилистика боя? как говорится, на плюс П. Кунг-фу, что-нибудь там или что-нибудь еще? Непонятно. Ну вот реально, потому что это действительно работает. Ноу, под патчу опять же крыша она же. Лолипопу забирает. Есть опенли команда К-23 в раунде номер 11. А здесь поджима тренера. Этот вообще без тормозов, братан. Просто это 2017-й. Просто верните мне там, боже мой. Вот его только, понимаешь, его только сейчас убили. Это через 3 секунды Адренет там еще жил. Да, в тюрьме мог развернуться под почту и найти там фраг. МДС находит Моу. Это один опорник Аплент А. И снова у К-23 реализация на подбазу Б была в большинстве. В этот раз снова потеряли Адрена. И нужно вроде как идти, но много позиций нужно чекать. МДС уже мог бы занять в теории и арку. Но он занимает пока что место Гроб. Гроб занимает здесь, да. Гроб забирает Адис Беланс, Джилл разбирается с Феймом и Норбет все-таки заканчивает жизнь Джилл в данном случае. Шестой раунд за командой К-23, дорогие друзья. Меня больше интересует на самом деле в какой манере вообще К-23 здесь карту катает. По поводу Немиги в принципе все стандартно. То есть они такие ну Б, ну да, ну Б. Не получается? Ну ладно, это не проблема. Оп, и получилось там и так далее. То есть стандартная в принципе история то, что мы видим какие-то дефолты, ну то есть попытки разыгровок дефолтов от конкретной команды на собственно конкретной карте до Инферно. Но то, что делает К-23 в каких-то моментах у меня пачка просто до пола отлетает. Я в шоке просто. Я просто в шоке. Да, ну вот вроде бы и вернулись Немига на равный счет 5-5. Неудачный старт для них 4-0. Точнее в их случае 0-4. Но ребята зацепились уже хорошо. Бокс, 1 хпф. Вряд ли получится сделать энтри. Нужно давать прям точнейший хэдшот. Врыв нет. Он все-таки дает реализацию на своему Калашникову и нужно бежать. Потому что нельзя давать в первую очередь Калашников. И еще можно пожить в дальнейшем. Может быть, алюрком сыграть и запоздал и птичку на передяжке подловить и убить. Пока встали 2-2. Ребята из команды К-23. А ему вообще авик дали. Норберт и Нилан это B у нас. И Фейм Смоу это А. Плэн, соответственно, у нас. А кто первый погиб? Адрен. Да. Уже не в первый раз. Да-да-да, уже Адрен. Ну, такой вот, как конфиг из OptiGaming в свое время. Такой берсерк-мод что-то включает. Ну, и Адрен, в общем, в своем стиле. Да, ну вот на B перетянулись не вовремя. Остатки К-23. То есть только Фейма здесь оставили. Фейм говорит, ребят, я что-то тут стрельбу слышу и, в принципе, походу очень плохо. Мы, походу, не угадываем. Так что Фейма, на самом деле, удочки тоже надо сматывать. Он это прекрасно понимает сам и удочки, в общем-то, сматывает. Вот видишь, о чем была речь. То, что К-23 изначально ставили 3B и туда давили не мига. Давили на эту болевую точку, пробили. И по-прежнему К-23 не могут сыграть толком в 3А. Они вынуждены играть, потому что уже подозревают в какой-то конкретный момент. Мол, ты что там делаешь? А, ну там уже насколько жарко в матче, что действительно... Да-да-да, я говорю, это будет Жарилова. Тут не мига там уже кондей поправляли, как бы. Ну вот, так что... Да, слушайте, ну 6-6. Пока очень близко друг к другу двигаются команды по карте. Бокс тоже, опять же, будет довыживать в данном раунде. То есть здесь в пятером будут не мига выживать на 3-500 еще получать на руки, потому что взрывчатый раунд. Соответственно, как вы понимаете, друзья, это там лишние флешки к команде, а это еще и ТСА, то есть им еще немножко дешевле. В общем, все очень классно. 2.2. Коэффициент атаков на К-23 от наших коллег из Приматч, а на не мигу 1.62. Конкретно на карту Дейнферно. То есть Приматч считает, что фаворит карты все-таки здесь ну плюс-минус будет побеждать. Не забывайте про бонус двойной к депозиту. Баннер по трансляции ей вам об этом расскажет несколько подробнее. Мы едем дальше. Бай на все деньги от команды К-23. Ну, они докупили себе один девайс, которого не хватало, хотя это была форминка для Атрона, потому что он единственный, кто погибал в раунде. Но гранаты есть, а Дефус КТ присутствует. Да, нет снайперской винтовки, то есть калашников для Норберта. Хорошая огневая мощь может быть для него реализована. Мы видим, что Норберт притягивается на точку А и будут отыгрывать дефолтные 3А, 2Б. Ребята из команды К-23, но не мига, не мига, очень атакующая команда. Мы это увидели еще и в прошлом матче от ребят, и в позапрошлом тоже матче, где они за атаку действительно много брали. Я думаю, что Дейнферно может быть не исключением. То есть они вполне рассчитывают на победные 8-9 раундов здесь. Тут защита атакующая у К-23. Знаешь, все атакующие. Немига-то атакующая, это ладно, они-то на атаке сейчас, но К-23 на защите атакующая. Что-то слишком даже. Так что тут... Это неплохой, мне кажется, вариант. Они понимают, что Немига будет давить, и они пытаются играть номер 1. Но ты посмотри, ты посмотри вот на этого человека. Вот тебе, дорогой человек, у тебя там 5 стальных кружек как бы в известных... И моторчик. И моторчик в известных местах. Такое просто вот... Это без страха вообще, без упрека. Просто жил как герой. И самое забавное, может, сейчас еще проживет несколько секунд как герой, потому что Немига может быть даже настолько большой агрессией под упором будут не ожидать. Нилан должен отвлекать. То есть Нилан должен как бы вот создать психологический туннель такой, чтобы на него отвлекались. Чисто на Нилана. И Адрен такой, здорово, пацаны. И отлетает мне. А МДС так не проведешь. Нет, они чекают уже все подсадки. Б1, вазы, Б2, прокидывают молики на Б3. Нилан не даст позавить пальчику. Неужели сейчас не даст позавить пальчику? Раз и минус 4-5 секунд. Ставьте! Ставьте! А успели? Ты не успел! Ты не успел! Ты не успел! Ты не успел! Ты успел! Как ты успел? Ну ладно, ты успел. Окей, допустим. Такое, Найс Трайлова. Найс Трайл. Найс Трайл для Нилана. Это была хорошая попытка. Действительно, если бы еще пожил лишние 0-2 секунды, 0-2 секунды, это было бы изи раунд. да, да. Потому что там уже вот все, там уже, там уже не ставить туда иголку. На какую просто микроштученькую просто, микроштученькую бомбу ставилось? Ладно, вот там сейчас, наверное, у Немиги что-то сжалось, видимо, пакет. Пакет, да. Сжался очень сильно. С грецкими орехами пакет сжался. Вот, и грецкие орехи и грецкие орехи полопались там в этом пакете от того, насколько пакет, собственно, сжался, дорогие друзья. Седьмой за Немигой, но это... Жестко. Не-не-не, Ка-23, это просто такой вот режим в защите. Я не знаю, как это просто другими звуками описывать. Это совсем жесть. Не, классный, ждали с тобой от 0-2 серии Жарилова, потому что никто не хочет вылетать. И мы получили из прошлого матча подобный на карте Денюк. Честно, тут, по-моему, принципиальный матч. Я так как не в аналитике, не мне об этом говорить, но как бы не то эфирное время, но, по-моему, тут принципиальный матч для одного и второго коллектива конкретно этого оппонента победить данным матчами. Вообще, сколько встреч между командами было? Не знаю, есть ли там вот прям настолько, как ты говоришь, принципиальное предстояние. Просто не понимаешь, они прям равные-равные и тут вот именно здесь, по-моему, выкладываться надо. Я вижу то, что команды, походу, это сами-то чувствуют, потому что иначе так К-23 бы просто не играли. То есть они бы иначе не выкладывались настолько сильно. А тренд падает опять на банане, его здесь уже начинает прям закрывать-закрывать. Это большая проблема для К-23, терять игрока настолько рано. Ну, вот знаешь, этот матч мне напоминает пока что матч не Мига и Форс, когда он был максимально тоже ровным и, возможно, даже еще более принципиальным. У нас пока что 4 в 4. Адрон погиб, кто бы сомневался. Фрага в этом раунде, правда, не добыл для себя и команды, но погиб бокс, который тоже очень часто врывался. Ему на энтре тоже не достался здесь. Вместе Анам Стю и получился, что фраг для Нилана и фраг для товарища Джио. Но пока 4 на 4. Тут подожди, подожди. Я жду, я никуда не... Защита, я тебя к столу привяжу сейчас. Жди, говорю. Сыдет. А ну, Моу, а ну. Агрессивный. Ты посмотри, какой ты агрессивный. Так он найдет одного, а второго. Ну, понятно, что он отлетел, но это размен. Большие проблемы для команды Немига. Господи, как играть вообще против такой защиты? Что это такое? Так люди не играют. Это даже не культурно вообще. Просто жесть. Понятно, что Лолипоп убьет Фейма. Понятно, что он поставит бомбу на дефолт. Понятно, что останется один в два. И у него есть шансы все-таки там. Ну, спетлять, правда, по очереди. Он сейчас может подловить мид спокойно. Он, правда, не слышит или слышит уже? Слышит противника. Убивает одного, а дальше уходит под балкончик и будет отыгрывать там дефуз киты. Пошел просто дефузить Нилан. Идет Игорь, видит противника. Все видит, что не дефузит. Лолипоп получает немного дэмэджа. Еще один дефуз. Видно, что не дефузит. Лолипоп. Он такие вещи может тащить просто вообще воин. Ой, тут надо идти. И погибнет. Погибнет Дилан Лолипоп. Иси Клач. Да, вытащит этот Клач. И он даже своим движением показал. Да! И тише, посмотри же. Вот так вот. Вот прям вот так вот. Это он стал один в три получается, но он остался один в два в итоге. И Лолипоп, ну, да, и убил еще оппонента на планете. Да, да. Да-да-да, он остался один в три. То есть он выбил одного, поставил пачку и еще двоих сыграл. Да, Игорь в такое умеет абсолютно точно. Сейчас, конечно, после этого раунда он приблизился к КД один. Но старт у него, вот я сейчас вижу, как раз таки на ХЛТВ еще счет там 6-7 и у Игоря всего лишь четыре фрага. То есть Клач, это хорошо, но нужно будет постабильнее немножко. Вот что, может его тоже связать? Не, Адрена связывать наверное не надо. Так это ожидаемо уже, то что он каждый раз срывается на ду. он каждый раз срывается в банан. В этот раз он, правда, бакса забрал, но размер для КТ страны наверное не самый приятный, мне кажется, но с этим может быть справится К23. Знаешь почему? Потому что здесь Фейм, здесь Нилан. В смысле они не знают? Да здорово пацаны, просто МДС Фейму забирает. Смотрим с тобой день сурка. Да, да, а тут на Б1 Нилан, короче говоря, в позиции Адрена буквально. И не мига такие, так, мы конечно пойдем, просто с МДС. Так, ты понимаешь, что это настолько прямолинейные выходы, что мы с тобой смидаем на Б... Смотри, смотри, МДС. Нилан, Нилан. Оп! И все-таки спрыгнул даже. И даже есть Фейм, хотя он врет, умрет, ну должен здесь умирать, но здесь пакет уже будет поставлен, но попытка ретейка от К23. Но там Лолипоп еще жив, Аризбраненс на помощи, хотя нет там снайперской винтовки, но может быть и так сойдет. Граната есть одна, вторая для команды К23, это Смог и Флэшка. Для ребят Дефуз-киты нет. Кстати, к слову, Дефуз-китов возможно не были у Нилана. Там сейчас лежат, летает Флэшка, Аризбраненс пытается пропикать, Лолипоп забирает одного, видно второго погибает еще и Моу, 9-6, команда Немига отлично показывает игру после счета 0-4, не в свою пользу. Так вот, что я тебе хочу сказать, что мы с тобой видим практически одни те же раунды. Войны на секонд-мене не было, то есть ребята про Апарта забыли совершенно. Там один раз был, один раунд был. Но один это не щитово. Жень, там вышел Норберт, дал Сьюспа хэдшот и ушел. Ну, недалеко, правда, сделал шаг влево. Апарта, то есть мы с тобой не видели, Центра мы с тобой практически не видели, выход на базу Б не видели. Либо это тупо на А, либо это тупо на Банан, где врывается Адрон или Бокс, дают друг другу по голове и дальше Немига выходит на базу Б. Что это вообще такое? Это почему так? Ну да, да, ну типа того. Почему так просто? И для одной, для той команды. Будем смотреть дальше. Из темного коридора Лолипоп выходит обратно. И вторая половина будет начинаться около незамедлительно в ближайшее время. Что ж, друзья, если такова защита К-23, на защите, атакующая защита, лучшая защита — это нападение, то какова атака? Но она не работала, к сожалению. Ну, вообще 50 на 50, если честно. Если так подумать, это огорошивало команду Немига. Но недолго времени, и ты сам понимаешь, что размена Адрона на Боксай — это все равно плюс для команды Немига, потому что они остаются все равно в большинстве при выходе в плент. Да-да-да, это минус для защиты, я здесь с тобой согласен. Не было попытки взять второе АВП, практически каждый раз команда К-23 форсила. У них там какие-то формилка, вот Адрон с ней бегал на протяжении 6 раундов подряд, какой-то фамасик. Вообще, даже для Моу не всегда было АВП. Очень рисковые раунды вообще от К-23 на самом деле в защите, то есть если вы помните... Я бы сказал, они безбашенные. Да-да-да, прям без головы реально во всех смыслах и в плохом смысле, и в хорошем, кстати говоря, и это почти наказывало Немигу, но все-таки дисциплина как бы превалировала, да, то есть белорусский состав здесь был в данных случаях сильнее. Мне очень интересует пистолетка от К-23 и вообще атака, то есть она по-другому, как бы темпы ритмики по-другой будет, или как вообще? Бокс погибает от Норберта, это у нас... Дуалбереты были вообще у Бокса? Вообще Дуалберета, да, но вот окно Норберт занял вместе с товарищами. Два саппорта для команды К-23, Фейм и Нилан. Имеется два смока, две флешки и хаешечка имеется также. Бокс у нас был, вероятно, на гранате и Дуалберетах. Но вот сейчас Дуалбереты могут и в пользу К-23 уйти. Под арморы смотрится, мне кажется, интересно. 30 патрон, можно вылетать и устраивать Дикий Запад на любой точке. Но здесь только один Игорь, который должен давать минимум два фрага, чтобы обеспечить своей команде хотя бы удобный ретейк, но он получает от Моу хэдшот и остается команда защиты втроем и будет ставить арморы, я так понимаю. Ну, давай так, у них позиций, в принципе, под аплэнд в данной пистолетке нет. У них ничего нет. Нилан, вот, только одного, но в любом случае это уже два человека на пистолетке, то есть Нилан как бы пожертвовал своей жизнью для того, чтобы пистолетка была еще легче для всех остальных, так как он в андерпассе и оставался здесь. Ну, тут седьмой для команды К-23. Да, понятно, Немига взяла, опять же, девятку. Да, здесь понятно то, что безбашенные раунды у К-23 большинство не сработало, можно сразу сказать. Они пытались, но большинство не сработало, и меньшинство из этих раундов сработало. Но дело в том, что пистолетка сейчас за К-23. Вопросы по форсам от команды Немига. То есть это уже КТ-шный форс, понимаете, да? То есть тут нельзя никак там выйти за счет бомбы, там дополнительных денег. То есть это у нас какие-то диглы, допустим. 2.62 на К-23, дорогие друзья, от наших коллег от Parimatch. 1.45 на Немигу на этой карте все еще после пистолетки. И про депозит не забывайте. 100% бонус, опять же, к нему, и баннер по трансляции вам подробнее об этом расскажет. Ну так вот. В общем, видишь, да? Закупились. То есть здесь что-то скаутка, пинан есть, дигл и P250, пару штук. И вот такие кэфы все еще на Немигу. Я что-то сомневаюсь, если честно. Да нет, почему? Ребята могут показать, они фавориты в этой карте, поскольку они ее пикали. И они стартовые были изначально, это все равно в пользу Немигу, потому что 1.65 на них было немного. Не так сильно верили в белорусов, как могло показаться. 4.B. Изначально пытались отыграть Немигу, откидали гранаты и отошли подальше. На КТ, вот если бы К-23 пытались быстро пройти на точку, соответственно, на правый плент, а не на верхний, то у них бы все получилось, поскольку только один игрок, это Одис Бэнн, оставался в точке и один скаут противника, как ты понимаешь, с флешками и смоками, ну, очень легко само по себе. Бомбу скинули ребята из команды К-23. Здесь хилпу Б закрывают пакет, вот сейчас подобрали и вообще-то пока нашумели около Б. То есть бомбер думал, видимо, куда идти, скинул А, господи, ближе к банану, ближе к дровам бомбу скинул и то ли двойка, то ли тройка игроков пойдет под ребра плента. Следующий 45 секунд есть у команды К-23, я замечу. И теперь они, видимо, шумят под А, как я понимаю, то есть Нурберт, например, видимо, что-то дораскидал, видимо, что-то сделал, атака вообще готовится до сих пор на Б. В итоге три человека в защите на Апланте у команды Немига, то есть К-23 сделали так, что на Б меньшинство игроков в защите, и, в принципе, как бы ситуация вся для них. Ну, может быть, пройтись по игрокам, бокс под затыльник, по одному, второго не получается, Адрин и Фейм на размене, три в четыре, пошел Адрин просто воевать с Дуэл Берет, ничего не боится он, но никого не встречает, хотя дум... Ой, а там по ним отлетает. Вова, смотри, прострял, там с Дуэл Беретов тоже в том числе. Какие варианты есть для команды Немига? Никаких. Никаких, просто сейв. Не, ну Лоллипоп что-то пошел. Лоллипоп, Лоллипоп, забрал оппонента, а теперь все остальные такие, ладно, все, пойдем хорошо на ретейк, ты нас убедил, господин Лоллипоп, и в итоге отлетает сам, и в итоге два человека такие, ладно, наполовину убедил, наполовину не убедил, мы передумали, мы пойдем обратно. Но Игорю было не страшно терять свой дигл под арбор, понимал, что все равно будет девайс на раунду, с ним он еще, жара, Диарис Беллэнс, единственный, кто выживает в этом раунде, мог бы теоретически попасть по Нилу, например, и убить его, там хп ровно бы хватало для того, чтобы с одного выстрела добирать врага, но это возможный, скорее всего, девятый для команды К-23, поскольку добирать себе ребят ничего не будет. Я смотрю на статистику о ДиС Беллэнсе, и мне грустно. Это единственный игрок, который выпадает в этой карте, единственный на все 10 человек, потому что все остальные идут 9 фрагов минимум и смотрятся плюс-минус ровно, плюс-минус ровно, и есть в кавычках старплеера МДС в одной команде и в другой, ну просто к слову. Ну да, там они как бы есть, но оно все плюс-минус одинаковое, то есть там 9, 10, 15, это как бы, ну, сильно различается, а вот Адис Беллэнс, снайпер коллектива Немига, которого должно здесь быть много, его здесь нет вообще, он еще погибает. А, он еще погибает, кстати говоря, первым, да, действительно, это у нас ранние тайминги Аплэнта, Ребра, мидл основной, а Адис Беллэнса не получается, его там особо никто не прикрыли, но с другой стороны, давайте понимать то, что вообще-то экономический раунд от Немига, вообще-то к 23 на девятку сейчас будут выходить. Понятно, что походу с потерями, потому что Лоллипоп опять очень сильно агрессивный, как и в прошлом раунде. И Калаш оставили там, а почему так? Он же забрал, и Лоллипоп Калаш действительно украл, между прочим, да, это, возможно, имеет смысл. Вряд ли на этот раунд, правда. Ну, я понимаю, почему могли оставлять, типа убежали, натоптали, что ушли, у тебя фейм, что сможет разобраться без каких-либо проблем с выходящими юспами под эти 50-ми, не получилось. Один Калашников подарили, а мы видим три Мак-десятых для Ка-23. Они, конечно, тоже, как мы уже говорили, парни без тормозов, и могут влетать на флешках-смаках на любую позицию, какой десант с этого, скажи мне, я тебе скажу. С балкона. С балкона, да. С балкона делать, на базу Б влетать, под миллион флешек, и туша под собой, все, что горит. Посмотрим, что будет. МДС находит Мол, и здесь еще крадет дополнительный девайс, но ненадолго, потому что Норберт МДС все-таки разменивает в данном случае. Ну, друзья, во-первых, 9-9 счет. Это уже говорибельная ситуация для Ка-23, потому что они возвращаются, опять же, постепенно. И меня все еще вот очень сильно интересует именно основное, как бы основная атака Ка-23, знаешь, с полным фаршем вообще, то есть с девайсами, с полными гранатами, и вот так, знаешь, медленно, вдумчиво, или они реально будут нестись, как паровоз, вот сейчас, например, на этом раунде, вот конкретно на этом, это у нас 19-й, это на 4-й, 2-й половину, то есть то, что надо, давайте смотреть. Но под МДС вряд ли они будут халдить и играть с дальних дистанций, аккуратненько как-нибудь. Тут должно быть как раз-таки реализовано на то возможное сыграть под размен под как раз-таки Норберта и Адрана, кто бы еще действительно мог сыграть здесь с подобным. Ну а пока что бокс пытается найти энтри через смоки, никого не замечает, влетает там первоначальная война за банан от игроков атаки, постепенно проходит туда фейм, получает урон, как еще и Нилан также от хаешки отхватывает, но есть имейт, который поможет репикнуть в два ствола, но там игрок защиты выходит. И смотри, Немига также отыгрывает 3б, очень часто мы видим, что пытаются банан отлепить себе обратно. Обе команды так работают. Важный момент от Немига на самом деле, то есть такой волевой, они в середине раунда не ранние тайминги, они пытаются забрать банан себе обратно, пытались сейчас, но решили, что все-таки мы отдадим, но покажем зубы все равно там, опять же, еще раз, не ранние тайминги. Очень важно, потому что большинство команд в середину раунда банан вообще бросают, они такие, не-не-не, мы туда инвестировать силу и время вообще не будем, потому что мы его в болото. Здесь Немига пытаются показывать зубы везде. По поводу К23, темп в целом довольно замедленный на самом деле, то есть они пытаются очень аккуратно играть, я не уверен, что может быть против Немиги это хороший вариант, потому что Немига должна будет успевать все дисбэланс, стрелять сегодня надо себе родной. Попадать нужно, стрелять потом стреляет, а вот попадать не очень получается, Норберт выключает первый дисбэланс, пытается выйти на размин, должна быть флешка под него, попадает, но дальше не уходит от Адрана, есть минус также от Фэйма, а база свободна для команды К23, четвертый подряд для себя забирают ребята в атаке уже, пока что без шансов для коллектива Немига, очень похоже, как было и в первой половине. К23 выигрывает себе четыре стартовых раунда, конечно, сейчас только два сейва, но там может быть для бокса какая-то сейва будет. Ну, давай так, в общем, в целом темп, например, замедлился относительно каких-то резких поджимов, как на КТ-стороне, то есть такого уже почти нет, но теперь они ходят командно, и темп замедлился именно в плане глобального выхода в раунде, но сам выход резкий, то есть вся команда резким цунами за три секунды просто вот на ребра сейчас выползла буквально, то есть К23 атаку пока вот в этом раунде разыгрывала так, опять же, Немига конкретно против таких моментов, но сейчас походу не углядели, да, то есть они, ну, понимаешь, да, они ждут, 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 почему медленно, я говорю, ждут, а потом ничего, приматч, чуть позже, приматч дарит кэшбэк, дорогие друзья, на сайте pmb.gg.rmr, соответственно, можете узнать все дополнительную информацию, ну так вот, дальше продолжу, Немига... Пока ты не убежал вперед, еще была возможность для команды Немига разыграть, попади изначально на дисбаланс, согласен, перед первого у тебя приходит склопа, ты переходишь в лонг, даешь еще один фраг, но... да, да, ну, или в шорт обратно уходишь, спокойно, да, и так далее, и так далее, не попал. Ну вот, и К-23, короче говоря, для Немига это выглядит так, то, что раунд супер медленный, а потом вдруг резко из ниоткуда в офтайминге вся типа команда противника, и надо за 2 секунды реагировать. А вот на этом К-23, может быть, могут сработать против Немиги, посмотрим, на террасе, на мосту бокс видит оппонента, не погибает сам, еле-еле выживает, фейм Джилл забирает в тот же самый момент, это вообще банан. Там какая-то комната страха была сейчас для бокса, потому что сзади пули, спереди пули, куда идти непонятно, просто выдохнул и сделал себя немножечко уже в этом плане, чтобы пули не прилетели. Но так, действительно, энтри-фраг, и мы видим, не добирали для себя девайс, хотя потенциально могли, но, наверное, хотят АВП. Немига, К-23 у нас, как мы уже говорили, вышли вперед на один раунд, сейчас вас угадывают. Немига угадывает, важный момент, это Б-плэнт, фоллстак команда Немига, это 4 человека. Понятно, что там пистолета, понятно, что только одна М-ка, но, может быть, именно это и будет срабатывать. К-23 будут ходить в засаду, первый поехал, это будет Фэйм, второй прострел, и дальше поехали, кто погибнет следующим. Это будет один сгол, все-таки от Нилана, пытаются К-23 справиться с командой Немига на Б-плэнте. Информация есть по Тёмке, там гуляет, уже не гуляет, уже лежит Лолипоп, также погибает и бокс, МДС последний с М-кой выходит, находит инфраг, но там уже перетяжка под А-плэнт, времени куча, там вагон, можно еще раз на базу сбегать, и МДС, ну, закономерно будет сэвить, то, что есть, выходить на ретейк с одними дофускитами, один в три на А-плэнт, где у тебя вообще позиции нет, и люди могут быть везде, и даже на деревьях. Да, и даже на деревьях, и даже в интерпассах Джонни, так что тут надо аккуратнее вообще-то. МДС сохранит трофейный калаш для своей команды, но К-23 выйдет на 11-й раунд, и тут как бы встает вопрос очень интересный. Первую половину К-23 отстрадали. Ну, тут как бы понятно, да, не все получалось, да, там, мы на них ворчим, что, ай-яй-яй, что же вы делаете, у вас вот, как бы вот это вот суперагрессия, а потом Адрен, например, доберет какой-нибудь раунд на А-плэнте, и мы такие, ажу, как у тебя это получается, а потом он отлетает постоянно на Б, и мы все равно на него ворчим, ни черта не сохранит МДС, кстати говоря, в то же самое время. Но вот атака, и вот такие вот моменты, да, что ребята спокойно подходят, кстати, тайм-аут еще от защиты сейчас будет, от Немиги, спокойно подходят под план, и потом резкий выход именно в момент атаки самой, то есть они не атакуют сразу, повторюсь, да, в начале раунда, типа, пацаны побежали, все, у нас такая-то идея, не-не-не, они подойдут, они постоят, если надо, они там что-то дозачекают, если надо. Но сам выход резкий, командный. Вот это вот от К-23 Немига пока еле держит. Точнее, не держит. Знаешь, почему? Все раунды на атаке за К-23. Да, пока что 5-0. По раундам взяли для себя тактическую паузу ребята из команды Немига, будут думать, должен быть авик для дисбаланса очередной, но вот я не знаю, нужно как-то помочь о дисбалансе у себя реализовать, как-то взбодрить товарища. Я думаю, что ребяту было много времени, матч довольно поздний сегодня, чтобы размяться, играть какие-то праки, побегать на ДМчики, расстреляться. Два авика берут, Джио и Айдис Баланс. Такое мы видели тоже в прошлом матче против команды Форс, и Джио тоже неплохо попадает с АВП, и, видимо, под этот как раз-таки случай паузу брала, чтобы разобраться, куда же эти АВП применить. Джио уходит на базу Б вместе с боксом, но и ребята остаются втроем на Апланте, а пока что играют два Апарты. Ни один товарищ на шарте будет принимать, но вот, кстати, размен на шартецкой пойдут атакующие. тут отлетит. Один только отлетит, и там, и там. А Айдис Баланс. А Норберт спину забрал. Норберт, кстати, да-да-да, забрал, как я понимаю, бойлеры, и это большие проблемы для Немиги. Вот они вот ждали поджим, и все как бы, казалось бы, да, то есть Норберт там вообще в салат должен был отлетать, а в итоге у Норберта, прости меня, два фрага, Айдис Баланс, да, все еще живой, но он в смоке, он на малых песках, ему ничего вообще, жизни нет, он ничего не может сделать, он еще в ножку что-то тут в бедро получил. Он такой, спасибо, я что-нибудь другое поделаю, вот на Б-планте там гробы есть, и кладбище рядом, соседи тихие, нормально все. Двенадцатый за К-23. Еще раз, это все на атаке раунды подряд. Немига не может решить вот этот вот плейстайл К-23. Не получается. Да нет, идея-то была хорошая для Немиги, двое апарты, один в случае чего закрывающий, но то, что Норберт развернется и дать хэдшот закрывающим из бойлеров, на это явно Немига не рассчитывал, и такое сложно предвидеть потенциально, там еще и тиммейты подбегали у Норберта, соответственно, было бы сложно из этой ситуации выбраться живым. И, наверное, правильное решение было принято дисбалансом, когда он ушел максимально быстро на малые пески, чтобы составить свою жизнь, поскольку это было правильным решением. Пока вы добежите, вас еще могут и со спины в теории закрыть, и если бы там был какой-то люркер, он бы просто услышал притяжку и начал обходить сам в спину, а там, возможно, ни одного девайса они уже не подсевили. И вот тут я уже вижу лохматого Игоря, который... Ну, думай, ну вот нервы, видишь, да, нервы начинаются вот это вот ногами. Трясучка вот этого, да, и ногти, и волосы, и все, тут уже видно, что просто вот лохматый Игорь. И волосы, это какое-то начало рекламы ухода за собой. Проплачено, проплачено. Средство, да, ухода за собой, видимо, так сказать. Но, да, раскидались ребята из команды Немига, мы тут в игру обратно воткнемся, 22 раунд, друзья, мы смотрим, и не могу понять, как вот, сам не могу понять, как решить. Опять апарты, да, соответственно, опять ковры, давайте смотреть. Вот айдисбеланс, то есть вот на него выходит человек, два человека, и опять этот размен, вот два на два, и два человека выходят, и опять ни черта не получается у защиты. Опять такая же ситуация, опять. А потому что первый фраг дает атакующий, и дальше сложно перевестись после фрага на второго, и у тебя там какой-то фамас или какая-то свистелка. Ты это видел? Вот, не, просто, ты это видел, ты это видел. Так айдисбелансы первого вынесли, понимаешь? Да это-то понятно, что айдисбелансы первого вынесли, понимаешь, как они выходят? Они выходят с двух сторон одновременно. Так это должно работать, в этом ничего удивительного нет. Это должно работать. Мало кто так нормально выходит, алло. Мы тут комментируем с тобой что-то контр-стайк, сколько лет ты уже? Ты часто видишь, чтобы вот настолько вместе выходили? Я нет. Я вижу, что он выходит кое-как. На тир-один сцене постоянно такое видно здесь, то, что команды до такого дотренировались. Это респект-уважуха, на самом деле. Вот так я к этому и планю. И так не первый раз же выходят, поэтому я не удивлен второй раз уже к тому, что они делают это второй раз подряд. Да, они делают, кстати, по поводу подряд, подряд. Это очень важный момент, круто, ребята. Давай попробуем еще раз, пацаны, работает. Ну вот один человек на планете остается. Это Лоллипоп. 21к, Лоллипоп. Будешь ли ты что-то делать? Это первый, это второй. Ну просто теперь собраться Лоллипопу, собраться нормально. Майка красная, можно делать штуки. Нет, нельзя. Время. Очень сильно играла она в Польске в команде Немига. Поживи там чуть-чуть, Игорь, убей еще одного противника. Моупа начинает гореть. 4 секунды на таймере. Нет, не сможет, но никак. Джиу не пройдет. А как вы не слышали? А, там игрок находится на больших песках, Адрен находит фраг. Флешка под себя. Вылетает также хаешка из рук бокса. 1 на 1. Адрен или бокс. У кого хватит стрельбы? И это будет... Да непонятно, кто это будет. Адрен или бокс. Это 2017 или коробка? 2017 год или коробка? Так коробка или нет? Надо идти уже, братан. Надо идти. Это Адрен. Ему дали инфу, что это два патрона в калаше. Там такой сейчас был момент, что, не знаю, у меня бы, наверное, свело руку и ногу. Настолько близки были ребята. И бокс Байтл не выходил там просто. Сейчас, мне кажется, он уедет на этом кресле куда-то. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Это просто пульс вот так вот. Просто потому что... Ребята, давайте щиты за Немигу. Кто топит за белорусский коллектив, обязательно поддержка. Потому что уже дальше, ну некуда. 13-9. Уже 6 раундов. Все подряд просто. 7 раундов подряд для команды К-23. Ни одного для Немиги. Хотя было очень близко вам. Обязательно стоит поддержать белорусов. Ну надо, конечно. Ну, друзья. Сейчас, если ребята прыгают не с теми девайсов, у них по 3-400. Это, возможно, выход на 15. И уже безвозвратный выход на стороной пик соперника. Что будет еще сложнее. Потому что если К-23 тут так роляют, катают. А, еще бокс отлетел. Ранние тайминги. Опять же, банана. Бэланс, попадай. Бывшая машина здесь. Опять же, позиция. Моу классно сработал. А дисбэланс реально пока не попадает. Как вот снайпер нужен Немиги для того, чтобы делать вот эти один, два, три там минусы. Возможно, там шашлык за карту. Да, возможно, две штуки шашлыков за карту. То есть вот этот банан не боятся К-23. Там должен быть снайпер, чтобы было страшно туда ходить. А они ходят к себе как домой. Да просто мы видим с тобой без подсада каких-нибудь. На стенку подсади в более дефолтную... Много развития событий, которые мы видим с вами на карте Д'Инферно. Но пока что я вижу, к сожалению, очень простой Инферно в исполнении двух команд. Да, были идеи вот на апартах, аплентах, где двое стали защиты, двое также приходили на аплент. Но более чего-то такого, каких-то суперраскидок мы с вами толком не видели. Сейчас угадывают через Б2. Выгоняют Джио с этой точки. Влетает флешка. Кстати, неплохая. Правда, и Джио там слепущая. Ответка от Моу по флешке. Дисбэланс дает фраг. Но погибает, конечно, Адрен. А дальше ты здесь один. И что тебе делать? У тебя нет гранат. Тима, это для кодов. У скитов нет. Сейв. Ай-яй-яй-яй-яй просто. Ну что ты вот будешь делать? Прямо не сломать этот код да Винчи в команде Немига. Просто никак. Вот все. То в офтайминг. Восьмой подряд. Восьмой подряд. То снайпер не попадает. То пытаются ничего. Ну в смысле реально ничего. То есть какой-то такой... Да честно говоря, сейчас по большей степени ребята выигрывают по стрельбе. Ну, наверное, да. Но вот этот вот плейстайл от команды К-23, я просто скажу вот эту вот фразу, мне прям хочется. Он такой ядовитый для Немиги. Он Немигу прям отравляет буквально. То есть они пытаются жить, у них не получает. Ты посмотри, что это такое. Ты посмотри просто. Они идут, охотятся просто на... Они давят. Они давят. Ты посмотри на фрагстат команды К-23. Здесь у всех не меньше 14 фрагов. У каждого ИКД единица. Посмотри на статистику Немиги. Лолипоп играет в минус. МДС пытается плюс 2 фрага. Бокс играет на минус 8. Адис баланс на минус 6. Джио на минус 1. Сложно, банально по стрельбе. Конечно, вылетает бригада К-23. Какой-то Норберт сумасшедший просто дает тебе 2 хэдшота на апартах, и ты уже ничего не делаешь с ним. Потому что у тебя просто не хватает боевой мощи. Поэтому конкретно в данном случае в разменах команды К-23 гораздо сильнее. Уже на протяжении 8 раундов подряд. Да, да, да. Ну, тяжело. Ну, вот опять войну за банан давайте посмотрим. Забавно, что К-23 на него не идут, потому что ждут гранаты от Немиги. К-23. У Немиги там денег-то даже нет. У них 2 смока остаются из 20 секунд от сыгранных. Они бы раскидали, но там... Но было бы что? Пацаны, там... Картоха кидались, ребята. Там типа нечего просто. Там просто нечего реально. Ой, хоть сиди, драники делай. Я не знаю. Все как-то грустно, грустно, грустно здесь. Ну, естественно, и занимают опорные, опять же, позиции. Плацдарма под атаку. К-23. Вообще, на самом деле, где хотят? Мне кажется, Немиги уже немножко не то чтобы в тильте, но расстроена. Потому что посмотри на Байджио. Какая МП-шка пятая? Моя любимая СМГ-шка, между прочим. Но ты Сильвер. Самое смешное, что он даже не шутит. Два четвертого раунда, дорогие друзья. Карта Дейнферна. Мы смотрим далее. Выход на Аплэнт. А здесь все-таки 3 человека. Может быть, это первый раунд за командой Немига, если получилось бы. Адис Беллан все-таки ставит по Нилану. Адис Беллан дальше работает. Норберт и Фейн работают на размене. Бокс! Коробка! Человек или коробка все-таки закрывает оппонента. Бокс. Это был Моу. Норберт Адрен на одном хп просто ставит бомбу за один ящик. Норберт взрывает лицо своему оппоненту. 13 хп на двоих. Два в два. Но такое нужно тащить. И вот сейчас МП-шка Джиу, конечно, может сработать. Но конкретно в раунде она ничего не смогла сделать, поскольку это просто не выход на базу БМТ. С 32 хп. Можно попробовать его собрать здесь. Лонг уже под контролем. Сорт, важный сорт. Вот это, ребята. Есть. Ты просто снобитый, битый, битый. Битый спецназ просто вот взошел. Взорвался солнечное. Что там? Не знаю, что-нибудь. Ты придумал, я не в теме. Я не знаю. Протуберан солнечный вырвался на свободу, господи, от команды Немига. Слава богу, боже мой. А то прям 300 лет мы ждали на самом деле этого раунда. И вот сейчас. И то, насколько сложно было даже в этом ретеке, потому что мог погибать игрок в ланге, а дальше один в два даже с этим хп вдвоем просто каким-то, не знаю, на размене сыграть и убить. Денег у атаки очень много. Проблемы по-прежнему с подобным у команды Немига. Наши аналитики вернулись, ожидали, что это будет просто бесперебойная серия по раундам от атаки. Но с горем-то пополам выбрались. И Адис Белл издал два важных фрага при заходе противника на Апленд. Так, ну вот сейчас собраться. Амига должна почувствовать силу. Они могут это делать. Да, сложно, но они могут. Это важный моральный момент для команды как бы в компетите, в проплее. Любой дисциплине, контрастайк, не контрастайк, плевать. Вообще абсолютно не имеет никакого значения. Вы способны на защите играть против конкретно данного коллектива, против данных сетапов атак этого коллектива. Просто нужно вот думать хорошо и прямо хирургически скальпельно вот делать как бы правильно. Понятно, что тяжело. Мы видим, что они, ну, настолько тяжело, что у них прям не получалось. До предыдущих моментов. И сейчас 25-й раунд. Чуйка моя чует. Может все изменить. Ох, не знаю, Евгений. Экономики много. Будут пробовать К-23 ковырять по-разному. И, ну, одна ошибка от Немига. И, возможно, мы уже уйдем на карту ДАС-2. Дизбанк скидывает ХАЕшку. Она прилетает под ноги Адрена. Но критического дэмэджа не вносит. Хотя становится Адрен хедшотным для Эмки. На которых две в составе команды Немига. Но К-23, вот как ты говорил, сейчас, возможно, соберутся под один из плентов. И просто одним кулаком ударят в позицию. Чего не буду ждать. Нет, побежал один Нилан. Дает фраг. Чуть не погибает из баланса в размен. Потому что прилетает простелами. Норбит просочился на арку. Прокидывает Смоук, чтобы поиграться с снайперской винтовкой противника. Бокс важен. Джио важен на кафеле. Джио очень сильно рискует Джио в этой позиции. Начинает заранее стрелять. Это нервы, это нервы. Джио, но здесь работает бокс. Все-таки сквозь Смоук забирает Фейма. И позиции К-23 не совсем на самом деле здесь хорошие. И остается два человека от команды К-23. И нет времени для того, чтобы поставить пакет. Это будет раунд за Немигой. Это тотал больше на этой карте. Ты тут уже, видимо, телефонируешь кому-то, да? А, я тут, я поставил стучение. Просто нервы на самом деле настолько жесткие. Меня остановил Олег, чтобы я не стучал. У меня просто уже нога дергается. Я понимаю, что ты переживаешь за команду Немига? Ну, я вообще переживаю за всех. Но за Немигу, конечно, тоже. Но смотрите, какая вот история. Я просто скажу это заранее, чтобы потом зрители не говорили. У него там букмекерка открыта. Он знает раунды наперед. Нет. Дело в том, что сейчас мы потенциально можем увидеть у команды Немига камбэк. Потому что они наконец-то ощутили вкус крови противника. Это им так нужно было просто, как вода в пустыне. Мне кажется, они больше попытались себя успокоить. Они просто должны были выдохнуть. Мы видели камеры игроков команды Немига отдельно. Что тот же самый лолипоп, где-то, может, еще бокса, где нервы играют. И вот нервный тик какой-то тоже может присутствовать у ребят. Что вот они как ты сидишь, что же по столу долбят. И так же Игорь тоже на кресле качается. И явно что-то... На нервике, на нервике. Вы уже так наказывали в начале половины. Так, вот эти поджимы на дрова, на самом деле, это немножко агрессивно, конечно, от лолипопа. Но, походу, он понимает, что нет выбора. Он забирает Адрена. И вопрос, выживет ли он на дровах конкретно дальше. Потому что противник прекрасно понимает, откуда здесь леба велась. Дальше. А ковры уже не совсем получаются от К23. Это, правда, не стап. Вот двойной выход тот самый. Но все равно не получается. Пока 4 на 4. Какой же замес. Надеюсь, что это будет, как и карта Денюк в прошлом матче. Поскольку нам нужны такие карты, нам нужны такие команды в дальнейшем. И сейчас мы наблюдаем за тем, как 3А пытается принимать игроки команды Немига. Мол, но еще довольно много времени. Тут два раза могут К23 развернуться, передумать, опять развернуться, не пойти никуда. Таймер закончится, данный срам для команды Немига. Но это вряд ли. Так, МДС здесь. Но МДС, наверное, ключевой здесь игрок на самом деле будет. У него тот самый девайс, который может похоронить двоих за секунду. И в данном, скажем так, вываливании команды К23 на Аплент, это будет иметь колоссальное значение. Но вот вопрос главный, все-таки на вы хотите. Потому что что-то как-то бомба скидывается, что-то как-то вот бомбер стоит. Все-таки договариваются об Апленте. Все-таки это будет Аплент. МДС, важный человек. Но там двоится. На Апартах, то есть МДС, если убьют, то бокс они не прочекают. Вероятно, погибает МДС, выход на лон, погибает еще и джио, ловит хэдшот. Бокс сейчас или... Бокс сейчас. Бокс, бокс, бокс. Бокс, бокс, бокс. Его чекнут. 15 раунд для команды К23. Ничего не получается. Ничего не получается у Немиги в этом раунде. Каждая позиция была аккуратно прочекана К23. И 15 раунд действительно они здесь будут забирать. Будет дороскит от Немиги в следующем раунде, но там, честно, что-то как-то. Нет, у них лострик сохраняется, как он никуда не девался. 2 400 и 900 не получат в любом случае, плюс деньги из Пуллипопа. Видишь, да, тут вообще-то не совсем так. Тут немножко поменьше финансов будет. Нам как раз стабуляцию показывают, чтобы мы поняли конкретно. Но 2 400 получит команда. Три диски будет, 2 400. Подожди, где ты видишь три диски, если две? Ну, сейчас будет третий. А, ну да. Вот такая, 2 400. Да-да-да, все правильно. Будьте добры. Да, Лоллипоп, кстати говоря, здесь Норберта забираем. Он не выжил! А вот это проблема. Там не хватит на девайс дропнуть. Не-не, там есть, подожди, там есть 6 600. Это значит, хотя бы АВП будет у айдисбаланса, которому нужно работать. Ну, там ты 300 одного бойца, и за дефенс нужно отродить много. Нужно покупать дефуз киты. Второй армор тут не особо нужен. Но Молик дорогой, зараза. Так, смотри, а Ваппер есть. Он дропнул тиммейту. А, МП-5, АМДС. МП-шку дропнул. Да-да-да, WP все-таки для Джои дисбаланса есть. Ладно, мы будем двигаться дальше, дорогие друзья. Ну, понятно, что это байта в ноль, и дефуз китов не было, потому что денег на них не было. Вот это на самом деле очень важный, конечно, раунд для команды Немига, потому что потенциально последний. Куда важнее. Куда важнее. Да куда важнее. Тут нужно забирать четыре подряд Немиги. В защите пока получилось взять только два. Да, подряд, но только два. К сожалению, для них свою карту могут проиграть. Но я бы не отчаивался фанатам Немиги. Нужно еще понимать, что даст второй. Они себе также пекали в прошлых матчах. Поэтому это карты играбельные. Сейчас они могут, если вдруг проиграют, то явно не отчаяться. Действительно, шанс на то, что мы посмотрим третий решающий, это будет Демираж, довольно велик. Но еще пока досмотрим и решим. Но не мы. Три человека на планете, два на Б у команды Немига. Тут все-таки на Б пойдут оппоненты. Немига не совсем здесь угадывают с точки зрения военной мощи. А два человека это у нас Нолик и Восьмерка. А Нолик и Восьмерка это, соответственно, бокс и Джио. То есть Снайпер и Райфлер. И они без гранат. То есть они на сухую будут останавливать Лоллипоп. Вовремя перетягивается с Аугом. Но подсадки, например, на Ваза для него не будет, если что. Это может быть потенциальной проблемой. Но именно под выход здесь Джио промах. Ничего не получается. У бокса получается, у бокса забирают. Джио все-таки погибает. И Лоллипоп, если что-то сделает, а он засмокирован, он ничего не сделает. Он попытался вылететь. И Префом через смок пострелять. Но это не получилось у него. И сам выжил чудом каким-то. Есть что раскидывать. Можно одним моликом высечь противника. Погибает Татуллипопа Моун. Тут уже размен от Милан. Вов-3 еще больше проблем. Командный пик. А там Норбер. Еще Норбер со спины видит врага. Начинает стрелять. Попадает по дисбалансу. Погибает он. И сформация по МДС. Он там всего лишь МПшка. Пятая. Да куда ж ты с ней-то пойдешь, братан? Он попытается. Конечно, других вариантов нет. И он погибает от Фейма. 16-11. Команды К-23 забирает вражеский пик. И отправляется на свой даст. Но, как я уже говорил, не стоит отчаиваться. И еще по-прежнему у команды... У команды? У команды есть шанс. У команды Немига есть? Да, естественно, у команды Немига есть шанс. Я завтыкал, что у всех есть шанс. Но вот на чужом пике будет тяжело. На своем было тяжело. Друзья, опять же, социалки. Слипчик Минго для вас работает. Насколько просто классная атака от К-23 вообще была. Я бы аналитикам передал, на самом деле, чтобы они это разобрали поподробнее. Потому что что-то прям так она мне понравилась. Дефенс, да, не очень. Но там они слишком агрессивные были. Но атака так она мне понравилась. Забирайте. Да, спасибо, коллеги. Действительно, команда К-23 намного лучше выглядела. Все-таки по итогам карты Немига, чем Немига. Атака сочная. Но, как мы увидели, защиту его одной и второй команды хромает. Ну что, здесь, как мне кажется, во многом все сводилось к индивидуальным перестрелкам. И, как по мне, все-таки мы и по статистике можем видеть. И, в принципе, очень моментов много запоминалось, что именно игроки К-23 все-таки перестреливали в опен-дуэлях больше своего оппонента. И, как правило, больше и территориального преимущества. Агрессивнее играли, смелее. То есть очень много компонентов, по которым К-23 превосходили команду Немига на Инферно. С другой стороны, практически полностью провалена защита, на мой взгляд. Хотя, опять же, счет 9-6 получаем. Но, на самом деле, у К-23 гораздо было больше шансов. Вопрос, почему так происходит? Почему мы не видим того перформанса в защите от них? Хотя, казалось бы, стоять просто, условно, даже по доп-лентам должно быть плюс-минус спокойно. Но зачастую запускали и Немига показывают, что даже, несмотря на то, что у них не получается, наверное, где-то больше отыгрывать как команда. Но вот если они переходят за атаку, индивидуальные персонали все-таки берут верх. Но пускай не так уж сильно. Ну, во-первых, деды воевали. Адрин с так-найном, все дела. То есть, опять же, да, у молодежи-молодежи-то все хорошо. Стрейки потянулись очень плотно на этой карте. Опять же, ощущаются в самых нужных моментах. Опять же, мы помним момент Адрина 1 на 1 против бокса. И все эти ситуации Адрин потащил. Кроме этого, опять же, без снайпера тяжело. Мы видели это на протяжении первого дня в рамках этого турнира. Когда, опять же, у тебя просто нет снайпера, ты, соответственно, ничего не делаешь. У Немига не было дисбаланса также. Так я об этом и говорю, типа, я о нем и говорю, не про Моу. Я говорю про дисбаланса. 10 киллов, но с командой. И там всего 2 энтри, по-моему, от него. Хотя для снайпера Инферно это, ну, слишком слабая стати. Ну, не похож был на Семенович. Ну, с другой стороны, только первая карта, возможно, на Дасте втором разыграется. Тем более, Даст 2 прям благоволит тебе, чтобы ты брал АВП. Ну, и слушайте, господа, я не могу не задать такой вопрос. Вам не показалось, что команда Немига в защите немножко зажалась? Потому что они ни разу не выжимали полтора. Они вообще соперника на центре не пересенговали никак. Да, там было пара вылазок на Дугу. На Лолипоп ушел периодически, а дисбаланс его там каверил. Но это слишком мало. Учитывая то, что команда К-23 сначала плотно занимает центр под флэш. Потом, в принципе, контроль дальнейший Аркаду на Дугу, если никого нет, ее занимает, выбивает. И только потом качает соперника. В свою очередь, Немига вообще не делала в защите ничего. Они просто стояли и принимали. Как мне кажется, у команды Немига все-таки появились какие-то проблемы с коммуникацией. Потому что мы уже не первый раз видим, да, как парни разыгрывают некоторые раунды в атаке. Не всегда синхронно, не всегда, в общем-то, по делу. И в защите, да, мы не можем, опять же, увидеть каких-то двойных поджимов. Где-то, возможно, действительно, сетапы как будто бы недоразобраны, хотя ребята на буткемпе. То есть, как бы, это уже все должно было порешаться. Самое странное, на самом деле, да, то есть, что они на буткече. И они не смотрятся как команда, которая играет на буткече. Явно не в форме часть народу сверху всего этого. И, вправду, взаимодействия не самым лучшим образом обстоят. Ну и главные качи разыгрываются, конечно... Ну, качи было не так много, на самом деле. Ну, да. Но те, которые были, они могли привлечь на исход игры полностью. Да, и по факту у Немига, мне кажется, только один взяла полноценный клатч, которому у них вот все пошло нормально. Мне показалось, что команда Немига, да, опять же, когда у них даже есть преимущество одного игрока, там был раунд 3-4, когда К-23 заходили под апплент, они, ну, целиком полностью отдали ребра, два встали в большие пески. Один игрок с библиотеки, да, это был айдисбаланс, он дал минус. Но при этом зачем-то игрок с больших песков один отсоединился, пошел пикать шорт, погиб от авика команды К-23 и оставил бокса в соло под девяткой. Об этом идет речь. Ну да, действительно. Они играют как-то разрозненно. С другой стороны, я могу этому найти логическое объяснение. То есть в теории попытался, наверное, игрок второй, который играл на больших песках, отвести взор от бокса. То есть якобы он оттуда пикал, второй оттуда уже вряд ли пикнет. Ну, понадеялись, потому что они понимали, что это выход на А, и нужно было что-то делать. А Вась пикнул дам фраг, ну или по второму не будет инфы. А с другой стороны, смотришь на игру команды К-23, и вот тут действительно таргетная подготовка, кажется. Да я, на самом деле, ну, не то чтобы не согласен, наверное, отчасти это прав. Просто команда К-23 делала, по сути, ничего. Суперверные вещи как? Да, это обычные вещи, но вот здесь именно, правильно сказал, вопрос коммуникации. К-23 смотрелись смелее, более дерзкими. Больше залетало. Норберт с феймом там очень хорошо. А Дрен, опять же, вкладчик, дал опыт. Но у него этого не отнять. Ну, как-то так, друзья. В принципе, первая карта с ТБ-шкой, ну, такая. Дальше будет веселее. Такая сырая ТБ-шка. Ладно, дорогие друзья, у нас еще впереди как минимум Даст-2. Возможно, там Немига даст бой еще раз команды К-23, но узнаем это через небольшую паузу. Продолжение следует...